Наказали Александра Малышева слишком мягко. Приговор требует изменить. Потерпевшие, во мнении, единодушны. Во Владимирский областной суд апелляцию подали они. Шесть лет колонии поселения. По мнению пострадавшей стороны, нужно заменить девятью годами колонии общего режима. Шесть лет вольного поселения и наказания. Двоих людей нету. Я инвалид, и он выйдет через три года. И будет так же ходить, вести такой моральный образ жизни. Я считаю также приговор чрезвычайно мягким. Дело в том, что этот человек, ну, я не буду говорить, что он убил. Но по его вине погибли двое мальчиков, мальчиков молодых, которым 21 год. Он не только отнял жизнь у двоих людей, он отнял жизнь у всей семьи. Не только у мамы, у папы, у родителей, у братьев и сестер, в том числе и у меня. По вине Александра Малышева погибли двое полицейских. Как установил Собинский горсуд, в ночь на 1 октября прошлого года патруль возвращался из Лакинска в Собинку. Навстречку им и вылетел водитель ваза 11-й модели. В результате лобового столкновения один инспектор погиб, а двое получили тяжелые травмы. Через 17 дней, не приходя в сознание, в больнице скончался и второй полицейский Иван Инжуватов. Малышев вину признал частично и получил в наказание шесть лет колонии поселения. В апелляционном суде был краток. Считаю, что приговор первый вынес на закон. Не пошли ничего сказать. Потерпевшие настаивают. Приговор мягкий. Тем более, что аморальный образ жизни, по мнению адвоката потерпевших Игоря Спицына, Малышев продолжал вести. Сам подсудимый и его защита отрицают продолжающееся пьянство и дебоширство. С момента возбуждения уголовного дела и до настоящего времени нет никаких сведений, которые подтверждались бы органами полиции в части привлечения его к административной ответственности за какое-либо административное правонарушение. Представитель потерпевших парирует. Накануне вынесения приговора 15 сентября подсудимый дебоширил. И жена вызвала полицию. Сведения адвокат передал суду. Развлекался так, что жена вызывала милицию, доставляли его туда в милицию. Видел его там вся милиция Совинская. Понимаете? В том числе и Меркулов его видел. Позиция гособвинителя отличалась от позиции потерпевших. Прокурор, напротив, попросила смягчить приговор, так как предыдущий суд не учел, что у Малышева на иждивении малолетний ребенок. В итоге суд прислушался к обвинению. Срок Малышеву уменьшили на месяц. И пойдет он не в колонию общего режима, а все-таки в колонию поселения. Признать смягчающим наказание обстоятельством Малышева наличие на его иждивении малолетнего ребенка. Смягчить назначенное Малышеву наказание в виде лишения свободы до 5 лет 11 месяцев. В остальном приговор суда оставить без изменения. Что до гражданских исков, то их тоже оставили без изменений. Малышев по миллиону должен будет выплатить родителям погибших и 300 тысяч пострадавшему в той аварии Александру Меркулову. Алексей Соков, Евгений Токарев, 6 канал.